Спонсор ролика интернет-магазин клёвых футболок всемайки.ру Если среди гигантского выбора товаров не найдёшь что-то своё, можешь создать свой собственный дизайн. А по промокоду IT10 10% скидки. Ссылка в описании. За трое суток вы так ничего и не сказали. Если вы будете молчать, мы никак не сможем вам помочь. Это произошло что-то около полугода назад. Быть может чуточку раньше. Не совсем могу вспомнить. Помнится, тогда она жадно собирала чужие взгляды, комплименты. И я не был исключением. Продолжайте. Спустя столько времени тайного вожделения и, быть может, даже любви, это было явно больше, чем просто симпатия. Пришёл момент, и я наконец-таки познакомился с ней. Я был безумно счастлив. Я был рад. Каждая клеточка моего тела была переполнена эндорфинами. Незабываемое чувство, граничащее с чувством первой любви. И поначалу... Поначалу-то было всё неплохо. Более того, поначалу всё было здорово. Но дальше что-то пошло не так. Не так, как я этого хотел. И, быть может, не так и хотела этого она. И она изнасиловала вас. Изнасиловала ли она меня? Нет. Она меня не изнасиловала. Она меня выебала. Оу. Да. Данная голливудская короткометражка полностью описывает моё знакомство с Bloodborne. Она капец хардкорная, но об этом позднее. Здорово, ребят. Те, кто смотрит мои стримы, знают, что последнее время Bloodborne для меня стал самой ожидаемой игрой в этом году. Ни одну игру в этом году я не ждал так, как эту. Tomb Raider и Uncharted перенесли на 2016. 2016 Дивижн будет полным дерьмом, поэтому все надежды оставались только на Bloodborne. Почему же я и так ждал? Я потерял вкус к играм. Не в том смысле, что мне надоели игры. Вовсе нет. Просто игры перестали меня чем-то удивлять. Из года в год издатели штампуют одинаковые тривиальные проходники. Перестали делать что-то новое. Всё какое-то одинаковое. Плюют на геймплей, сюжет, в угоду графону. Именно поэтому Quantic Dream и Naughty Dog так преуспели в последнее время. В моём случае, когда всё вообще надоело, спасают ситуацию онлайн-игры и RPG. Посему в последнее время подсел на героев. Вообще, моя самая первая RPG была Vagrant Story, а она же моя самая любимая игра на PlayStation 1. Я не буду говорить, что это за игра. Те, кто знает, те поймут. Те, кто не знает, объяснять нет смысла. Короче, я хотел видеть нечто подобное. Bloodborne это и оказалось. Нечто подобное на Vagrant Story. Посему он был обречён на мою любовь. В наше время, где полное дерьмо котируют за шедевр, а шедевр за полное дерьмо, было немного странно видеть справедливо лесную критику в сторону Bloodborne. Разработчик From Software абсолютно заслуженно получил все эти овации. Эти ребята поставили нахер абсолютно всех тупоголовых казуалов этого мира. Согласитесь, что игровая индустрия, пытаясь завлечь, всё больше людей начинает деградировать. Всё больше игр, которые в состоянии пройти любой человек, ни разу в игры не игравший. Любая домохозяйка берёт геймпад, нажимает X и она выигрывает. Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne это возвращение к истокам игрового ремесла. Где ты по четверо суток проходишь одного босса, разбиваешь геймпад в нервах. К слову о разбитом геймпаде. Какие игры сейчас заставят тебя разбить геймпад? Напишите в комментариях. Истоки игровой индустрии это то время, где люди были для игр, а не игр для людей. Разработчикам стоило добавить в игру выбор сложности и всё. Десятки тысяч хомяков кинутся сорить долларами. Но нет, эти ребята не прогнулись под грызунов. Уважуха однозначная. С долгим предисловием покончено. Надеюсь, тут хоть кто-то ещё остался. С вашего позволения обойдусь без каких-то изысканных комплиментов. Она офигенная. Чуваки, я только её запустил и понял, что это одна из немногих игр, которые стоят своих 60 долларов. У меня по эмоциям она окупилась чуть ли не на экране загрузки. Что же мне в ней понравилось? Всё, вот просто всё. Во-первых, адекватное управление. Управление очень удобное. Я очень долго ждал, пока приедет ко мне диск с игрой. И решил это время потратить на моральную и физическую подготовку в Dark Souls 2. Там невозможно было играть на клавиатуре. Экшен-РПГ это жанр исключительно консольный. Стоящий наряду с файтингами, гонками и прочими симуляторами. В Dark Souls 2 я вам честно говорю, я себе чуть запястье не поломал. С управлением в Bloodborne всё круто. В нём я разобрался за минуту. А я хочу напомнить, что большая часть анальных пожаров в Dark Souls была из-за тупого управления. DualShock 4 очень подходит для этой игры. Вы помните, как я срал на этот геймпад, но со временем сильно к нему поменял отношение. Атмосфера. Для крутости атмосферы в Bloodborne понадобилось немного. Сделали мрачный город с викторианской архитектуры, добавили на фон тихую гнетающую музычку. Я не стану преувеличивать, мол в Bloodborne фантастическая атмосфера, мурашки по мошонке идут. Боже упаси. Всего лишь очень качественная, но без фанатизма. Находиться в этом вымешанном городе очень приятно и интересно. А по поводу боёвки. Я как бы говорил уже про управление, но конкретно о самой боёвке ещё нет. А это, между прочим, основа всего геймплея. Поначалу она будет вас раздражать, к ней надо привыкнуть. Привычных Press X to win, как в Assassin's Creed, тут нет, забудьте. Здесь под каждого моба нужна определённая тактика. Надо вовремя ударить, надо вовремя перекатиться. Да, кстати, щита нет, поэтому основа любого боя это перекаты. Причём не тупо перекаты, а перекаты в определённую сторону. Поначалу от неумения нередко промахиваешься и получаешь по щам. Тут и начинается хардкорность. Регенерации здоровья нет. Мобов много, пузырьков в крови, ну, аптечек, их мало. И они ограничены. Когда тебя убивают, ты начинаешь всё заново. Когда ты начинаешь всё заново, все убитые мобы вновь живы, но потраченные аптечки, они не восстановлены. И вдобавок к этому ещё и изнашивается оружие. Как вы могли заметить, вопрос графона я сознательно не затрагиваю, потому что это RPG. Покажите мне человека, которому в RPG важен графон, и я скажу его матери, что она напрасно принимала метадон во время беременности. Графон в Bloodborne чересчур хорош для RPG. В RPG даже такой корявенькой графики быть не должно. В этом жанре решает только геймплей. В этом жанре важны квесты, какие-то ачивки. Эта игра создана не чтобы наслаждаться текстурами, сюжетами или чем-то подобным. Она создана, чтобы унизить вашу самооценку. Чтобы вы почувствовали себя куском обречённого дерьма, который безуспешно тратит трое суток на одного босса. Что же мне не понравилось? Отсутствие прыжков. Я понимаю, почему их нет, но их очень не хватает. Это добавило бы разнообразности в боёвке. Сейвы. Их тоже нет. Я понимаю, почему их нет, но это неправильно. Ты пробегаешь всю локацию, уничтожив всех существ, и случайно умираешь от резка выскочившего NPC или собаки. Или от того, что неудачно увернулся, и всё проходить заново. Да, тут ещё один трабл. Экран загрузки. Загрузка идёт 40 секунд после каждой смерти. А учитывая, что в этой игре принято много умирать, это очень долго. В начале игры это не очень бесит, но когда вы втянетесь в геймплей, когда у вас будет припекать от нелепых смертей 40 секунд, за это время можно покончить с собой. Стоит ли покупать? Спросите, что за вопрос? Столько хорошего рассказал, и какой смысл говорить об этом? Смысл есть. Если для тебя игра это способ расслабиться после работы и учёбы, она не для тебя. Если ты слабонервный, терпеливый, раздражительный, она тебя уничтожит. Если ты криворукий, казуал, она тебя изнасилует. Если у тебя есть женщина, ребёнок, забудь про неё. Ты просто выкинешь деньги. Эта игра требует выдержки, терпения, сил и скилла. Что могу сказать в заключении? Это лучшие из пока что существующих эксклюзивов PlayStation 4. Infamous и Killzone и Order, знаете, это приятный бонус при покупке PlayStation 4, но это не те игры, ради которых ты хочешь покупать PlayStation 4. Это не те игры, ради которых ты должен покупать PlayStation 4. А Bloodborne это именно та игра. Более того, это один из главных номинантов на игру года 2015, потому что более достойных кандидатов я пока что не вижу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok